Это актуальное интервью. Здравствуйте, я Марина Захарова и мы говорим коротко о важном. Сегодня гость нашей студии, заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Республики Сахай Якутии Александр Власов. Александр Васильевич, я вас приветствую. Александр Васильевич, Совет Федерации назначил выборы президента на 18 марта 2018 года. Анонсируется, что выборы должны быть максимально прозрачными. Много новшеств. Расскажите, что это за новшества? Ну, вы правы. Центральная избирательная комиссия, ну и мы здесь на местах, прилагаем максимум усилий для того, чтобы максимально были открытыми проводима и подготовительная работа, ну и, конечно, сами по себе выборы. Ну, первое и самое главное, что сегодня любой избиратель имеет право обратиться по месту своего нахождения и ему предоставят возможность голосовать. Это, наверное, одно из самых главных. Второе, я отношу к нему тоже к одному из главных моментов, это то, что сегодня значительная часть общественности имеет возможность, ну, конечно, предоставив соответствующие списки, быть наблюдателями при выборах. Ну, это относится и к общественной палате, к общественным различным советам, то есть предстоит довольно серьезная работа у этих организаций для того, чтобы определить тех людей, которые будут наблюдателями во время выборов. Ну, немаловажный вопрос, что наши участковые избирательные комиссии начнут раньше работать, особенно то, что участковые комиссии начнут работать за 30 дней, а не за 10 дней, как они работали изначально. И один из таких вопросов, что территориальная избирательная комиссия уже допустит людей для того, чтобы определиться с местом их голосования за 45 дней и участковые избирательные комиссии за 20 дней. Ну и, конечно, еще один очень серьезный момент изменения в федеральном законодательстве, это серьезнейшее повышение ответственности за различные нарушения законодательства, вплоть до уголовной ответственности. Ну и, конечно, я не могу не сказать о своем направлении работы, это работа с инвалидами. Значит, сегодня с инвалидами будут работать пенсионный фонд, который должен представить нам в Центральную избирательную комиссию полный список инвалидов в республике Саха и Якутии. Ну и то, что сегодня заключено соответствующее соглашение между Центральной избирательной комиссией и Министерством труда Российской Федерации, и наше министерство об этом знает, и управление на местах, это тоже содействие и помощь инвалидов при проведении выборов. Ну, в целом, комплекс изменений довольно большой, но я остановился на основных моментах тех изменений, которые касаются выборов предстоящих президентов Российской Федерации. Скажите, пожалуйста, как будет организована работа общественников, которые будут выступать в качестве наблюдателей на избирательных участках? Ну, нужно сказать, что это, как я уже говорил, это большая инновация, и большой круг людей может участвовать в этом довольно непростом процессе. Ну, безусловно, те, кто выдвинут, те, кто аккредитован, они так или иначе будут наблюдать за этим вопросом. Ну, а вот если добавить те организации, которые в соответствии с законодательством добавлены, это Общественная Палата Российской Федерации, Общественная Палата Субъектов Российской Федерации, ну, и также Общественные Палаты, которые у нас существуют в муниципальных образованиях, Общественные Советы при различных органах власти, вот этот большой круг людей, он, значит, может участвовать сегодня при наблюдении. Ну, я думаю, что сейчас вот наши все эти общественные организации, они работают для того, чтобы составить список вот этих людей. Ну, как пример, нужно сказать, что у нас сегодня 797 избирательных комиссий участковых. Ну, я думаю, что если право взять по два человека вот от этого круга общественников, то получается, что общественным организациям, которые определены для возможности участия в этом процессе, необходимо будет найти почти что 1600-1700 человек, которые бы приняли участие вот в этой работе. Конечно, это еще одна большая возможность того, что никаких нарушений на участках и не будет. Ну, нужно сказать, что у нас таковых и не было. Скажите, а подсчет голосов как будет обеспечиваться? Подсчет голосов будет обеспечиваться. Ну, репетицию мы провели на муниципальных выборах, когда применяли QR-коды. Ну, я думаю, что и сейчас нам удастся отработать со всеми участковыми избирательными комиссиями, чтобы применялись именно QR-коды. Ну, это очень ускоряет сам по себе процесс. Ну, как пример, обычно выборы в городе Якутске, но особенно мэра, информация окончательно поступала к 6-8 утра. Сегодня мы уже в 12 часов ночи знали о итогах этой выборной кампании. Поэтому я думаю, что это и в целом ускорит результаты подведения итогов и по республике, но и в целом по Российской Федерации. Скажите, пожалуйста, а сколько человек у нас раньше голосовало по открепительным документам? Ну, я уже сказал, что открепительных удостоверений в том виде, в каком они были, не будет. У нас, значит, заявлялось от 11 до 12 тысяч на голосование, ну, а приходило 7-8 тысяч. То есть не все те, кто заявлялись, они приходили. То есть приходило порядка 70% от тех, кто заявился о досрочном голосовании. Скажите, а как, на Ваш взгляд, территориальная привязка избирателя повлияет на явку? Ну, это один из таких моментов, и мы с этим очень часто сталкиваемся при любом уровне, при выборах любого уровня. Это то, что люди обращаются и не могут проголосовать, потому что они живут в одном месте, а зарегистрированы в другом месте. А сегодня этот вопрос решен, то есть человек также должен обратиться за 45 дней в территориальную избирательную комиссию, то есть, по сути своей, с 31 января, а в участковую избирательную комиссию за 20 дней. И его персональные данные будут, он напишет соответствующее заявление, и с того места, где он находится, его переведут, значит, там, по месту его нахождения. Это позволит, ну, я думаю, что существенно поднять, значит, голосование. И поэтому наши люди, те, которые не могли по каким-то причинам съездить на свое место регистрации, взять открепительный, они сегодня смогут прийти. Это, я думаю, что на несколько процентов поднимет явку. А вообще по Якутии прогнозируете какую явку? Ну, мы не являемся органом, который прогнозирует, но если просмотреть хронологию выборов президента Российской Федерации, она всегда колеблется около 70%, ну, несколько меньше или несколько больше 70%. Ну, я надеюсь на то, что наши люди понимают, что это выбор страны в будущее, и активно придут для того, чтобы выразить свое, значит, свое желание, за кого проголосовать. Скажите, а будут ли организованы досрочные выборы? Да, досрочные выборы будут организованы в труднодоступных местностях нашей республики. Таких местностей у нас довольно большое количество, и поэтому за 20 дней наши участковые избирательные комиссии, они будут выезжать на места и организовывать вот это голосование. В принципе, это необходимая вещь, потому что для своих участков эти люди просто физически не смогут добраться. Скажите, пожалуйста, вот в части прозрачности, так скажем, да, и, ну, наблюдения за выборами, достаточен ли охват нашей Якутии видеокамерами, вот, онлайн-наблюдениями? Ну, нужно сказать, что эти выборы являются федеральными, поэтому те участки, которые будут, значит, под видеонаблюдением, они определены, значит, федеральным центром. Ну, в принципе, около 40% наших избирательных участков, они будут находиться под видеонаблюдением. Александр Васильевич, скажите, пожалуйста, в республике сколько подписей должны собрать самовыдвиженцы? Ну, есть соответствующая статья федерального закона, ну, нужно сказать, что, каким образом каждый из тех, кто, ну, дойдет до сбора подписей, будет собирать, оно будет определяться либо партийными организациями, либо теми инициативными группами, которые выдвинули самовыдвиженцы. Самовыдвиженцы должны собрать не менее 300 тысяч подписей, ну, и допускается 5% увеличение. То есть 315 тысяч – это для самовыдвиженца как предел. Определен также и предел сбора подписей в каждом субъекте. Это 7,5 тысяч. Вот те рамки 7,5 тысяч, которые могут быть собраны в любом субъекте, так же, как у нас по самовыдвиженцам. Ну, а те, кто выдвигается от партий, которые должны собрать подписи, а это из 67 партий большинство, 63 партии, они должны будут собрать по 100 тысяч подписей. Тогда предел сбора подписей у них по субъекту 2,5 тысячи. То есть, если кто-то, инициатор, начнет заниматься сбором подписей в республике Саха-Якутия, предельное число для самовыдвиженцев 7,5 тысяч, ну, а для партийных организаций, которые должны собирать подписи, 2,5 тысячи. Центральная избирательная комиссия России представила специализированное программное приложение, с помощью которого кандидаты политические партии могут готовить документы на всех этапах избирательной кампании по выборам президента. Что это за приложение? Ну, нужно сказать, что, в принципе, это форма перехода на дальнейшие электронизации, возможности сбора. Значит, сегодня, не выходя, по сути, с места своего жительства или с места своей партийной организации, с той группы, которая будет заниматься, они, можно собрать вот этот пакет документов, и, значит, сама по себе вот эта программа, она, рассмотрев этот документ, то, где будут какие-то ошибки допущены, она это исключит. Это для кандидатов на должность президента очень большая возможность, ну, довольно быстро сделать это сложное дело. Ну, и, как пример, вот сегодня будет регистрация Владимира Вольфовича Жириновского от партии ЛДПР. Вот 20-го числа состоялся у них съезд, они оформили документы, и 22-го числа Центральная избирательная комиссия рассмотрит его кандидатуру и, может, и, скорее всего, зарегистрирует, конечно. Александр Васильевич, хотелось бы все-таки вернуться к труднодоступным местностям, да, как там будут происходить, проходить выборы. Известно, что вот трудно это оленеводы, вот те люди, которые живут на местах, кочуют там и так далее. Что-то изменится в этом году? Как будет обстоять? Ну, по труднодоступным местностям каких-то существенных изменений не произойдет. У нас вот будут созданы дополнительные участки, вот по ним, конечно, надо будет поработать и отработать механизм вот этого голосования по тем людям, которые не зарегистрированы на территории Республики Саха-Якутия и заявлены на эти участки. Ну, как пример, Талакан. Там, конечно, предстоит поработать с этими людьми, чтобы они, значит, заранее, вот по этой схеме, которая определена, значит, написали заявление и могли бы голосовать. Александр Васильевич, я благодарю вас за беседу. Поздравляю вас с наступающими праздниками. Спасибо большое нашим телезрителям. Я напоминаю о том, что у нас в гостях был заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Республики Саха-Якутия Александр Власов. Оставайтесь на нашем канале, и мы всегда обсудим все самые важные темы. Всего доброго, до встречи в эфире. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»